Пробуем. 3, 2, 1. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас в эфире наш традиционный прямой эфир. Сегодня мы поговорим про приемную кампанию в Севастопольском государственном университете, повлиял ли коронавирус на ее прохождение, а также узнаем, как подготовиться к вступительным экзаменам. Меня зовут Анастасия Доля, а в гостях у нас сегодня ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Александр Митус. Здравствуйте, Александр Александрович. Напомню нашим зрителям, что задать свои вопросы можно под трансляцией в комментариях. Мы их в режиме реального времени озвучим нашему гостю. Итак, Александр Александрович, в СевГУ уже активно проходит приемная кампания, она завершится через неделю, верно? Абсолютно верно. С 20 июня мы уже начали приемную кампанию, соответственно, сейчас она находится, по сути, в активной фазе. А уже известно, какую или какие направления наиболее часто выбирают студенты и какие направления им более интересны? Ну, традиционно наибольшей популярностью пользуются направления, связанные с юриспруденцией, с экономикой. Также неплохие цифры показывает педагогика, морские специальности и специальности, связанные с информационными технологиями. А в этом году уже известно, сколько бюджетных мест? И по сравнению с предыдущим годом увеличилось цифра? Да, конечно. В нашем УЗИ довольно большое количество бюджетных мест, если быть точным, их более двух тысяч. На уровень подготовки магистратура 343 места, на бакалавриат специалитет 1791 место. И, вы знаете, у нас еще есть морской колледж, то есть среднепрофессиональное образование, там 175 мест. По количеству мест в этом году примерно то же самое, что было в прошлом году. Существенный природ мы ожидаем в следующем. А уже прием документов, он проходит активно, но, как я понимаю, для магистратуры, для бакалавриата, специалитета эти сроки разные? Да, конечно. Как я уже сказал, начало приема документов для всех уровней образования одинаково, это 20 июня, а вот завершение подачи документов будет разным. Если абитуент поступает к нам на бакалавриат специалитет и при этом имеет право на вступительные испытания, то последний срок подачи документов 15 июля. Напомню, что имеют право на вступительные испытания иностранные граждане, лица, имеющие профессиональное образование, а также инвалиды. Для основной массы абитуриентов, бакалавриата, специалитетов, выпускников школ, те, кто поступает по ЕГЭ, окончательный срок подачи документов 29 июля. Для магистратуры, соответственно, свои сроки, последний срок подачи документов 9 августа. При этом, если абитуриенты выбрали для себя заочную форму обучения, то у них есть еще очень много времени, потому что последний срок подачи на заочную форму аж 16 ноября. А подать документы можно же теперь и онлайн, когда коронавирус внес свои коррективы, верно? Да, конечно. Мы попытались сделать максимально комфортную подачу документов в нашем университете, поэтому предусмотрено несколько каналов приема информации. Во-первых, все еще реализуется классический прием с соблюдением противокоронавирусных мероприятий. Это лично в холле университета соблюдается масочный режим, дистанция и так далее. Этот способ удобен прежде всего для абитуриентов, проживающих в Севастополе, так как помимо всего прочего, у них есть возможность еще задать вопросы непосредственно представителям тех капиталов, куда они планируют поступить. И, понятное дело, мы реализуем дистанционные формы подачи документов. Во-первых, через портал государственных услуг и функций, также на сайте у нас расположена ссылочка на личный кабинет абитуриента и способ, который использовался давным-давно, это обычная почта. Сайт у нас всевсу.ру. Исключительно на университетской. Вот наши слушатели просят рассказать про аспирантуру в СевГУ. Да, аспирантура также присутствует. В аспирантуре, к сожалению, количество его бюджетных мест ограничено, их всего лишь 8, направлений гораздо больше, срок подачи также немножко отличается. Уже можно подавать документы, более подробно по срокам можно посмотреть на сайте. И по заочной форме сроки совпадают с очной формой, поэтому все абитуриенты, поступающие в аспирантуру, будут зачислены уже летом. Да, вот вы упомянули документы будущим студентам. Какой пакет документов нужно представить в приемную комиссию? Ну, я, наверное, повторюсь, полный перечень можно посмотреть на сайте. Ну, так, для начала можно озвучить следующее, что необходимо, во-первых, паспорт, документ об образовании с приложением, СНИЛС, медсправка на 86У и фотокарточки 3 на 4. Также, если у абитуриента есть индивидуальные достижения, соответственно, документы, подтверждающие эти достижения. Вот давайте как раз поговорим про эти дополнительные баллы, которые можно получить. Что относится к достижениям для будущего студента и сколько баллов максимально можно за это получить? Законодатель нам ограничил максимальное количество баллов на уровне бакалавриата специалитета, это 10 баллов. При этом перечень, за что можно получить эти баллы, также достаточно обширен. Из наиболее распространенных это аттестат с отличием или диплом от среднего профессионального образования с отличием, который уже сразу дает 10 баллов. Также из распространенных это значок ГТО, подтвержденный соответствующим удостоверением, или волонтерская деятельность, подтвержденная книгой волонтера. Здесь еще раз остановлюсь на том, что максимум 10 баллов. Соответственно, имея значок ГТО, который, к примеру, дает 4 балла и аттестат с отличием в 10 баллов, в конкурсных списках все равно будет только 10 баллов. А при поступлении в магистратуру учитывается научная деятельность студента? Конечно, конечно. При поступлении в магистратуру здесь, во-первых, ограничений по баллам у нас нет. Учитываются и публикации, как в рецендируемых, так и в нерецендируемых сборниках. Также учитывается диплом бакалавра с отличием и учитывается участие в различных олимпиадах, конкурсах. Вот наши зрители спрашивают, документы на платное обучение надо как-то отдельно подавать или подавать? Нет, срок подачи документов и объем документов одинаков для всех. А вот по льготам, которые учитываются при поступлении, они же существуют? Правильно, какие категории? Как таковые льготы, по сути, существуют только при поступлении на бакалавриат специалитет. Традиционно выделяется 10% бюджетных мест на так называемую особую квоту, то есть это как раз для льготных категорий граждан, у них свой конкурс в рамках этой квоты. И к данной льготной категории относятся инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, сироты и дети, оставшиеся без помещения родителей. Как студенты или же абитуриенты могут узнать расписание будущих экзаменов? Все вузы Российской Федерации самостоятельно определяют период проведения вступительных испытаний. В нашем университете вступительные испытания проводятся, соответственно, с 16 июля, если мы говорим про бакалавриат, по 29 июля. Конкретные даты можно посмотреть на сайте, указанный, на сайте расположен так называемый календарь приемной кампании, в котором указаны предметы и конкретное время, плюс указаны консультации. В каком формате будут проходить вступительные испытания, или же это перевели в онлайн, или все так же в очной форме в аудиториях? Коронавирус здесь тоже наложил свой отпечаток. У нас, по сути, два формата проведения вступительных испытаний. Первый формат основной, очный, это для жителей Севастополя. По данному формату как раз указаны все даты на сайте. У кого нет возможности приехать, те могут сдавать дистанционно. Но по расписанию дистанционных экзаменов данное расписание будет персонально под каждого абитуриента. Дистанционно сдается в скайпе один на один с преподавателем, принимающим экзаменом. А студент имеет право обучаться на двух направлениях сразу? Да, конечно. Законодательство вообще не ограничивает количество направлений. В том числе формально абитуриент может учиться даже на двух-трех специальностях на очной форме обучения. Но при этом надо оценивать свои силы. Соответственно, чаще всего абитуриент выбирает какую-то одну основную специальность, где он образование получает в очной форме, и, соответственно, вторую специальность получает в заочной форме. И все три направления могут быть бюджетными? Вы затронули такой довольно скользкий вопрос. Нет, смотрите, в соответствии с положением закона об образовании указано, что гражданин имеет право на получение высшего образования бесплатно впервые. То есть формально, пока у него нет, допустим, диплома бакалавра, он может хоть на пяти бюджетных специальностях учиться. Но это формально, потому что как только он по одной из них получает диплом, с этого момента он нарушает законодательства Российской Федерации. Поэтому, как правило, такое не приветствуется. То есть, как правило, бюджетная специальность, точнее, бюджетное место – это одно. Давайте еще раз с вами пройдемся по основным этапам от подступления, подачи документов, процесса экзамена и уже зачисления в сам университет. Хорошо. Ну, смотрите, первое, с чего начинает абитуриент, понятное дело, это определяется с теми направлениями, где он желает обучаться. После этого задача абитуриента – подать установленные сроки, о которых мы с вами говорили, документы в университет. Соответственно, документы после указанных сроков мы принять уже, к сожалению, не сможем. Далее, после 29 июля заканчивается подача документов для основной массы абитуриентов на бакалавриат и специалитет. Я остановлюсь именно на них, потому что для них это впервые. Потому что магистры, они уже имеют опыт, они всю эту процедуру знают. То есть, 29 июля закончилась подача. Потом 2 августа мы публикуем на сайте конкурсные списки. Это дата единая для всех вузов Российской Федерации. То есть, 2 августа появятся списки во всех вузах России. И у абитуриента появляется возможность увидеть себя в этом рейтинговом списке, определиться, проходит он на бюджет или не проходит. Хочу обратить внимание на то, что участие в конкурсе на бюджет осуществляется по согласиям о зачислении. То есть, если у абитуриента нет согласия о зачислении, он формально в рейтинговых списках числится, но зачислить мы его, к сожалению, не сможем. Поэтому задача абитуриента определиться окончательно со специальностью и подать согласие о зачислении до 11 августа, до 18.00. Для этого надо физически приехать. Не обязательно. Можно точно так же использовать дистанционные формы. Но обращаю ваше внимание, что согласие полученной обычной почты позже, в 18.00.11 августа, мы уже не рассматриваем. Поэтому в данном случае, либо пользоваться личным кабинетом, либо госуслугами, но самый лучший вариант лично, особенно для тех абитуриентов, у кого заранее неизвестно, проходит он на бюджет или нет со своими баллами. Соответственно, 11.08.18.00 мы закрываем списки, и 19.08.19 по всей России выходят приказы о зачислении. Особенностью, хотел еще отметить конкурсных списков, является то, что с этого года там не будут указываться фамилии абитуриента. Вместо фамилии мы увидим лишь номера СНИЛС, а для тех абитуриентов, у кого нет СНИЛС, будут указываться уникальные коды, которые каждый вуз будет присваивать самостоятельно. И чтобы узнать, есть ли ты в списках на зачисление, можно также и позвонить в приемную комиссию? Конечно, у нас на сайте указаны номера телефонов, это колл-центр многоканальный. Телефон работает точно так же по времени, как и приемная комиссия, на все вопросы отвечает максимально подробно, максимально точно, так что по любым возникающим проблемам можно звонить в колл-центр. Также есть наша почта прием собака ССУ, куда тоже можно писать. Александр Александрович, посоветуйте нашим будущим студентам, нынешним абитуриентам, как эффективно подготовиться к вступительным экзаменам, что для этого нужно предпринять? Я думаю, думать о том, что нам необходимо именно подготовиться, уже, наверное, поздно. То есть готовиться надо было в течение, если мы говорим про 11-ти классников, в течение пусть не 11-ти лет, но хотя бы последних двух лет. Поэтому сейчас самое главное не волноваться, для тех, кто еще не сдал ЕГЭ. То есть основная часть абитуриентов уже, по сути, отволновалась. ЕГЭ они уже все сдали. Для тех, кто еще не сдавал ЕГЭ, главное собраться с мыслями, вспомнить все, что знали и не знали. Соответственно, спокойно, с хорошим настроением, но самое главное, не болея, прийти сдать вступительные испытания. А вступительные испытания будут проходить в виде тестов? Или это открытая форма? Да, у нас традиционно, который год подряд, вступительные испытания на бакалавриат, специалитет и магистратуру в виде тестов, в аспирантуре открытые вопросы. Александр Александрович, большое спасибо за развернутые ответы, интересный эфир. Нашим зрителям напомню, что у нас в гостях сегодня был ответственный секретарь приемной комиссии Севастопольского государственного университета Александр Митус. Большое спасибо, до новых встреч. До свидания.